Накануне вся планета отметила Всемирный день неспешной прогулки. Целью этого праздника является напоминание всем о том, что жизнь прекрасна, и что нужно позволить себе иногда расслабляться и просто не спеша идти по тротуару или по тропинке в лесу. О том, почему это полезно и часто ли жители Твери могут позволить себе выйти на променад, узнавала наша съемочная группа. Много лет подряд день неспешной прогулки напоминает людям, что стресс или нервное напряжение можно снять не только таблетками. Отличным антидепрессантом, к тому же обладающим и тонизирующим эффектом, станет ходьба в одиночку или в компании друзей. Однако часто летверичане прибегают к такому простому, но чудодейственному лекарству. Очень часто гуляем, бывает у Динамо и проходим километров даже 20-30 с девушкой каждый день в выходные свои прогуливаемся. Стараемся гулять больше, потому что все уже, как говорится, движение – это жизнь. Ну, конечно, в реалиях рабочих родителей редко удается, но в выходные стараемся выезжать в город. Вот гость из Москвы к нам приехала, и я ее тут же повела гулять, потому что в такую погоду не гулять по красивой Твери – это преступление. Однако пешие прогулки выполняют не только эстетическую функцию, помогая человеку увидеть прекрасного, как себя, буквально в шаговой доступности. Но и, как говорят специалисты, способствуют улучшению состояния здоровья человека. Во время пеших прогулок улучшается кровообращение, а также повышенная частота сердечных сокращений. Во время движения снижает кровяное давление и тренирует сердце. Также ходьба полезна для крепких костей и здоровых суставов. При ходьбе суставы постоянно находятся в действии, улучшается их кровоснабжение, что особенно полезно для людей, которые имеют заболевание опорно-двигательного аппарата. Также не должны пренебрегать прогулками и все те, кто заботится о стройности фигуры. Ведь, как оказалось, променад может помочь и в таком непростом деле, как поддержание формы. Однако идти со скоростью чемпиона мира по ходьбе тоже не стоит. Достаточно придерживаться спокойного, умеренного темпа, не вызывающего у вас одышку. Но и полностью расслабляться отнюдь не стоит. Иначе вы рискуете не добиться никакого эффекта для своей фигуры. А вот если вы и правда устали, то лучше отдохнуть. День же все-таки неспешной прогулки. Ходьба приводит в тонус мышц ног, живота и даже рук, если использовать утяжелитель или палки. И, кстати, бояться, что вы можете не пройти норму в 10 тысяч шагов и потратить время впустую не нужно, потому что все это миф. Нет универсальной нормы по количеству километров или шагов. Сколько комфортно, столько и ходим. У каждого человека может быть своя норма. Например, с закаленным спортсменом 10 тысяч шагов будет мало. А вот людям с хроническими заболеваниями, опорно-двигательным аппаратом, им будет 10 тысяч шагов много. Поэтому здесь мы смотрим сугубо индивидуально и выбираем нагрузки под себя. Вот и получается, что в бешеном темпе современной жизни неспешно прогуляться. Это не только привести мысли в порядок и насладиться красотой мира вокруг себя, но и подтянуть свою спортивную форму. Поэтому пренебрегать случаем пройтись одному или в компании семьи и друзей не стоит. Тем более, что погода за окном просто прекрасная. Продолжение следует...